Всем привет! Сегодня 29 августа 23 года и у нас Буся решила сесть на яйца. И уже сидит дней 5. Посмотрите, что она тут натворила. Нанесла себе 12 яиц и села. Бусечка, заячка ты моя. Ну поздно уже, когда же твои детки-то вылупятся только в сентябре, а там уже морозы. А сарай-то у нас неотапливаемый. Что будем делать, красавица? А, моя ты солнышко. Ну вот что с ней делать? Забрать у нее яйца? Она все равно будет сидеть на гнезде. Ты моя зая, что же делать? Петюха, ты что не сказал, что Буська сидит на яйцах? Предатель. Хочешь сказать, что ты ни при чем? А, или ты хочешь сказать, посмотри на твоих девчонок, что они тоже сидят? Да, вот, пожалуйста. Это мадам в неглиже. Сидит на гнезде. Но яйца мы у нее забираем. А это вторая, мадам. Сидит. Еще клюется. Пожалуйста. Вот что с ними делать? Вы даже еще не обросли. Шубу себе не одели. А скоро уже зима. Девки. Ну вы вообще обнаглели, а? Что с вами делать? А это наши молодежь уже такая выросли. Девчонки уже скоро начнут нестись. А пацанов, которые были немножечко постарше, и уже подросли. Мы их уже на радугу отправили. И их вес составил примерно полтора килограмма. Кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Но в этом году, в этот сезон, слишком много петухов. Такие вот красавчики получились. От наших двух пятюшек. С родительского стада, где у нас домашние сидят курочки. Крупные. И из того стада, где у нас петухи, арауканы и галашейка, араукан, навылуплялись вот такие вот красотули. Вот такие красавчики. А девочки-то какие статные. Ой, ой, и ты красавчик. Ты тоже красавчик. Да, ты самый красивый после вот этого. Да, Жулька, хозяйство большое. Скажет, днем и ночью охраняю. Соседям спать не даю. Да, мой заяц. Сегодня вы что-то спали. Прямо-таки. Вчера у нас за бой был перепелок. И собачкам тоже перепало немножко мяско. Да, да, да. Да, мой зайчик. Да, мой красавчик. Да, мой ты умничка. Поэтому, наевшись мяско, мы, скажи, благополучно дрыхли всю ночь. Зато гуси охраняли, да? Все время гуси га-га-га бегали. Луна светила такая яркая. И бегали туда-сюда, туда-сюда. А здесь у нас цыплятки помладше. Самые последние в этом сезоне. Но здесь у нас вот такая красота. Она вылуплялась. И с чубами галашей. И ухи-елюи галашей. И ухи-елюи с чубами. И арауканы с чубами. Все, что мы планировали еще весной, все у нас получилось. Вот такая красота. Вот такие петушки. Почти как порода лакендази. Вот такие вот лунички. Вот такой вот араукашечка. Вот этот серый. Еще и с хохолком. Вот такие вот девочки и мальчики. Да, да, да. А это мадам. С такой прической, что ничего не видит. Сильно пышно сделали. А вот у нас Адлер серебристый с хохолком. Пожалуйста. Вот такие девчонки и мальчишки. Несколько курочек и петушков отсюда уже уехали в новые хозяйства. Вот такая ухилиечка вот пошла за столбом. Ох, неприлично так делать. С хохолком у нас вот такая красавица получилась. А это петушок у нас черный ухилика получился. Что, девки? Петюха, ты всех очубатил в этом сезоне. Нет, вы только гляньте. Всю ночь они пробегали под луной. А теперь они спят. Да? А теперь вы спите. Всю ночь га-га-га. Ту-ту-ту-ту. Пробежало стадо. Их у нас осталось 16 в общей сложности. Одна гусочка у нас не смогла разнестись. Пришлось на радугу ее отправить. Очень жаль, конечно. Но очень долго мучилась. Не могла яичко снести. Поэтому помогли ей. Такие вот. Да, потери есть в любом хозяйстве. Всякие причины бывают. Петюша у нас белый, который был в хозяйстве. Самый большой, крупный петух. Он тоже покинул нас. Но самостоятельно. Я его нашла уже, когда он был на радуге. Просто искала причину, почему. Но оказалось, по всей видимости, у него от жары как раз жаркие дни такие, знойные стояли. И у него, наверное, сердечный приступ был. Потому что сердце было очень большое. И все такое кровенистое. Поэтому, наверное, все-таки сердечный приступ был у петушка. Очень жаль, конечно. Он нам столько дал потомства. Хорошего потомства. Вот. И посмотрим из молодняка. Может быть, мы и оставим себе какого-нибудь петушка взамен ему. Но пока у нас есть еще чубатый петушок. Есть еще красный большой петух. Вот. Есть еще два араукана бегают. Плюс галашейный петушок. И на то стадо курочек, которое сейчас у нас осталось, нам этого достаточно пока. Ну, хотелось бы, да, чтобы курочки не только были породистые, но еще и крупные, укрупненные. Поэтому будем стараться взамен что-то подобрать. А здесь у нас красавчики сидят. Это нам индюшечка еще тогда навыводила. Здесь уже некоторые девчонки, мальчишки подросли. Их нужно будет пересадить к тем... Вот этот цыпленок еще на раннем своем возрасте пострадал. И один индюшонок. С ними вместе гуляют. А наша девочка, вот эта вот кривоножка, араукашечка, она уже у нас активно несется. Здесь, да, несется. Здесь ей хорошо. Здесь ей никто ее не пугает, никто ее не донимает, не мучает. Ей здесь прекрасно. И вторая вот курочка позади стоит. Тоже кривоножечка с ложным суставом. Вот. Ну, при следующем забое она уйдет тоже на радугу. А серенькая пока еще поживет. Вот такие красавчики у нас выросли. Растут. Галашечки, араукашечки с такими бородками, с усиками. Кто с хохолком. В этот сезон я довольна. Так сказать, селекция наша прошла на ура. Все, что планировали весной, у нас все есть. Получились цыплятки двухкровки, трехкровки. Ну, а кому понравилось наше маленькое, такое коротенькое видео, обзор нашего хозяйства 29 августа, поставьте лайк, напишите комментарий. Всем чудесного дня! Девоньки, вы тоже сидите, да? Мои вы красавицы. И эта белая большая курица тоже сидит. Но яйца не дают. Ну, ладно кричать. Три курочки со старого родительского стада тоже сидят. Возмущаются. Да, моя заедка? Моя умничка. Молоденькая гусочка этого года. Вот такая красавица. Молоденькая гусочка.